Пишем Привет, я Андрей Глазунов А это Mercedes-Benz TLS 350 за 5 миллионов рублей Потому что бэушный И прежде чем я о нем расскажу, пожалуйста, проверьте подписку на мой канал и включите все уведомления А то по статистике больше 60% людей смотрят мои видео без подписки Давайте это исправим Ну а теперь о тачке И по традиции я начну с минусов Пагажник имеет электропривод, но не здесь Весь этот долг опции стоит она 60 тысяч рублей Так что закрывайте, пожалуйста, с ладони Причем он не всегда закрывается с первого раза Дорожный просвет здесь микроскопический Он 93 миллиметра А с этой губой и того меньше Надо быть максимально аккуратным Если вы в высоту около 2 метров, то вряд ли здесь поместитесь Потому что даже моя макушка прямо сейчас нежно трется об этот потолок Чтобы открыть багажник, кнопки вы нигде не найдете Потому что она интегрирована в логотип И это прикольное решение, но не в России Потому что у нас и осенью, и зимой, и весной, и частично летом всегда грязно Поэтому вы рискуете просто запачкать ваши руки Когда будете на нее каждый раз открывать, чтобы открыть этот самый багажник Ну и последний минус Если бы здесь не стоял диффузор от старшей модели ЦЛС53, то выхлопа тут не было бы А были заглушки, что как-то непозволительно для Мерседеса Ну а теперь давайте поговорим в целом об этом автомобиле и о его плюсах В простонародье этот Мерс называют бананом Похож или нет, решать вам Ну а как по мне, это просто очень красивый и достаточно практичный Мерседес Багажник здесь вмещает аж 520 литров И в нем есть двойное дно Удобная сеточка для ваших вещей И запасной руль Но вдруг сломается Больше в багажнике ничего нет Места сзади в целом достаточно Но только в ногах Не над головой Но зато есть удобный подлокотник С нишей для хранения И удобными подстаканниками А также есть еще одна ниша Для хранения И две розетки Type-A И на 12 вольт Все Спереди очень комфортно И место здесь завались Особенно для ваших вещей Например, бардачок тут Очень вместительный Как и подлокотник Он достаточно глубокий И в нем спрятались две розетки Type-A Еще есть ниша для телефона И здоровейнейшие дверные карты В них поместится не одна, а две связки бананов Я вам, к сожалению, этого не продемонстрирую Но зато могу показать материалы салона Они премиальные Очень качественные И приятные на ощупь Есть даже часики Круто, мне это нравится Но давайте подробнее поговорим лучше О внешке этого ЦЛС С виду это ЦЛС 53 АМГ У которого под капотом почти 450 сил Но нет, это развод Точнее, капот здесь от 53 версии Как и диффузор с четырехствольной выхлопной системой Решетка здесь вообще от Мерседеса GT Колеса тут вообще от Е63 С 20 диаметра Они стильные и классные Но стоят больше 300 тысяч Руль здесь тоже от Е63 С Причем Black Edition и обошелся он еще в 250 тысяч Хорошо, что хоть электрорегулировка бесплатна Ну а за все доработки отдали больше миллиона рублей Стоят они того или нет Решать вам Ну а мы полезем под капот Под капотом здесь гибридная двухлитровая установка на 4 цилиндра И выдает она 299 сил С нуля до сотни тачка едет чуть больше чем за 6 секунд Максималка равна 250 километрам в час Но именно эта тачка чуть-чуть чипована И теперь она чуть-чуть быстрее Примерно вот настолько Да Бак вмещает 50 литров И хватает этого примерно на 500 километров Но есть опция расширенного бензобака на 66 литров И тогда запас хода будет составлять больше 600 километров Неплохо, если учесть, что авто весит больше двух тонн Ну а в длину оно почти 5 метров Ширину метр девяносто А высоту метр сорок Дорожный просвет, как я уже говорил, всего 93 миллиметра Для города не сойдет Но за 230 тысяч можно было бы установить пневму и кайфовать А еще за 240 тысяч можно было бы кайфовать в сиденьях с функцией массажа Но этой функции здесь нет Зато есть вентиляция, подогрев, электрорегулировка с памятью И возможность регулировать с водительской стороны сиденье пассажира Можно попроказничать, но не нужно А если бы эти сидушки были бы самыми дорогими То они обладали бы функцией кинетической поддержкой Это если вы в поворот резко войдете То эти подушки напрягаются И немножечко направляют ваше тело И поддерживают прям как друзья Которых у меня нет Прикольная игрушка, да? Люк здесь с электроприводом А музыка здесь премиальная Стоит она почти полмиллиона А еще тут есть двухзонный климат-контроль С очень стильными и удобными дефлекторами Мне нравится, как их можно регулировать А главное, они информативные Потому что в них встроена подсветка И когда вы будете температуру понижать Они будут загораться синим, типа холодно А когда будете повышать Они будут загораться красным, типа жарко Очень удобненько и продуманно Как и камеры кругового обзора Дело в том, что задняя всегда будет чистой Потому что она интегрирована в логотип И всегда прячется Прикольно Еще тут есть большая цифровая приборка И такой еще большой не сенсорный экран Что как-то грустно Но главное, что система работает исправно И не лагает И в ней можно зависнуть примерно на полчаса Потому что она имеет кучу разных настроек И при этом настраивать их можно Как при помощи джойстика Так при помощи сенсорного тачпада Так и сенсорно с руля Это прям залипательно Мне нравится А еще мне нравится подсветка салона Она очень яркая И имеет кучу разных настроек и цветов Это очень стильно Двери тут тоже стильные Они безрамочные И есть доводчики Всосались Ну а стекла тут такой толщины А это означает Тест шумки Прикольно, да? А теперь поговорим об оптике Она здесь тоже стильная и прикольная она светодиодная матричная и достаточно яркая как спереди как и сзади здесь фонари тоже светодиодные и они как бы с бриллиантовой крошкой внутри выглядит залипательно мне нравится как то так что скажете об этой тачке я считаю она стоит своих денег и главное стильно выглядит но вы свое мнение пишите снизу с вами был андрей глузнов спасибо за просмотр и пока